Всем привет, вы на канале Книжная Полка, и сегодня я хотела поделиться своими покупками за последнее время. Давно не было такого формата на канале, и книг накопилось очень-очень много, в данном случае 15 штук. Я даже столько на библионочь не покупала, поэтому, да, видео получится длинным, запасайтесь чаёчком, всякими другими вещами, которые вам понадобятся, ну, или можете просто смотреть видео, я не знаю, как вам по душе. И давайте начинать. Стопочка получилась разножанровая, здесь и много классики, много фэнтези, и просто любовные романы, и ещё куча всего. В общем, очень разнообразно, очень интересно, так что оставайтесь со мной. Давайте я поставлю эту стопочку, иначе она сейчас упадёт, и это будет не очень эффектно. Ну и с самого верха у нас лежит классика, так что давайте начнём с неё. Первая книга — это «Агата Кристи. Пять поросят». Я очень люблю писательницу королев детективов Агату Кристи. Это уже пятая книга писательницы, которая есть у меня, и я её уже прочитала. Скоро буду делиться с вами впечатлениями, но могу сказать, что все книги Агаты Кристи очень удивляют меня в конце, и мне очень нравится их читать, когда я в процессе, потому что они написаны легко, но при этом безумно интересные и интригующие. Я только один раз в жизни угадала убийцу, но это было методом тыка, поэтому детективы Агаты Кристи для меня — это просто такое счастье маленькое. Когда я беру его в руки, я знаю, что он точно мне понравится, и поэтому у меня как бы это такой вид доверия к автору. Почему же я выбрала именно эту книгу «Пять поросят»? Меня заинтересовало описание, и у неё такое необычное название. Далее книжка из эксклюзивной классики. Первая — это «Иметь или не иметь» Эрнеста Хемингуэя. Не знакома с автором, просто когда шла в Ашане, я прохожу и смотрю, что там очень много книг автора Хемингуэя, и что-то заставило меня к ним присмотреться. Я посмотрела все, которые там были, и больше всего описание меня заинтересовало у этой книжули. Здесь нам рассказывается о мужчине, который был рыбаком, честным человеком, и тут он решает, что-то его сподвигает, стать разбойником. По-моему, звучит интересно, надеюсь, что книга окажется стоящей. Далее очень знаменитый автор и достаточно популярная книга «Ночь в Лиссабоне» ремарка. Я её сейчас читаю на данный момент, правда, только что начала, но мне она уже нравится, и я надеюсь, что такое впечатление останется до конца. О сюжете говорить практически нечего, почти вся книга — это рассказ одного эмигранта о его жизни, и там должна быть очень грустная концовка, по крайней мере, я на это надеюсь. Да, я так добра к героям, но просто я чисто взяла её из-за того, что хочу порыдать. Следующая книга — это «Повелитель муха» Уильяма Голдинга, и что я хочу сказать, во-первых, я её захотела прочитать после кучи просмотров, обзоров на Ютубе и отзывов в Инстаграме. Они все крайне положительные, конечно, я видела парочку отрицательных, но, во всяком случае, говорили, что книга прямо жуткая, что она показывает натуру людей с разных сторон, и это очень интересно посмотреть на людей с другой стороны, в данном случае вообще на детей, как они поведут себя в замкнутом пространстве без взрослых. Дети оказываются на острове, и тут они понимают, что они остались совсем одни, и как бы строят свою иерархию, то есть как-то приспосабливаются к этой жизни в одиночку, без взрослых, и, возможно, немножечко исковеркал сюжет, но, по крайней мере, я слышала о такой истории, прочитаю, узнаю, что же там всё-таки по-настоящему. Редко читаю отечественную литературу, но в данном случае я заинтересовалась книгой «Мы» Евгения Ивановича Замятина. Это, можно сказать, одна из главных антиутопий вообще, которые есть. Я всегда слышала о таком трио «Один и на уме» 1984 и «Мы». Две первые я читала, а вот третью только приобрела совсем недавно, и очень-очень хочу ознакомиться. Надеюсь, что успею этой осенью или в начале зимы. Следующую книгу я читала в «Букинистике», но эту книгу у меня отобрали родственники, поэтому мне пришлось купить другой экземпляр, чтобы поставить на полке. Это «Поющий в Терновнике» и «Колин Макалу». Скоро я сниму прочитанное, или оно уже есть на канале, не знаю, где я расскажу о своих впечатлениях книги подробно, но могу сказать, что это полный восторг. И последняя книга из эксклюзивной классики – это «Полковнику никто не пишет» Габриэль Гарсия Маркес. Что я могу сказать? Книжечка очень маленькая, но захотела я ее прочитать, обратила на нее внимание именно из-за этого, потому что интересно, как же автор сумел что-то уместить в такой маленький объем, всего лишь 120 страничек. И я книгу уже прочла, она очень неоднозначная, очень странная, и если вы хотите как-то вообще очень сильно удивиться, или хотите вообще ничего не понять, как я, то берите эту книжку, такая головоломка, потому что я потом лежала и просто искала в ней смысл, и я до сих пор его, можно сказать, не нашла, как бы она очень интересная, но она безумно странная, и не знаю, просто не знаю, что про нее еще можно сказать. Далее у нас прошла уже современная литература, и первая книга это от одного зайца Аси Лавринович, тоже уже ее прочитала, и это одна из самых смешных книг в моей жизни, вообще в моей библиотеке, я просто так ее обожаю, вот серьезно, я даже не думала, что книга мне так понравится, она очень веселая, милая, добрая, и прекрасно подойдет для того, чтобы скрасить вам один вечерок, максимум два, потому что читается на одном дыхании, она очень веселая, шутки действительно меня веселили, я даже не помню, почему я так смеялась, но просто я помню, как я ухахатывалась просто со слога автора и со всего подряд, потому что эта книга просто шикарная. Далее «Крылеса стужей Звездного Света» Сара Джейма Ас, продолжение серии «Крылеса Шпофорос». У меня двоякое такое впечатление от серии, то есть она мне вроде бы понравилась, а вроде бы и нет иногда, но, впрочем, я считаю хорошей достаточно, но не сказать, что она у меня в любимых, тем не менее, я купила четвертую часть и тоже ее уже прочла, но не буду говорить о своих впечатлениях, потому что я планирую снять на серию отдельный обзор, в котором все подробно расскажу и об этой малютке тоже, так что здесь ничего говорить не планирую. Такая маленькая книжулька, необычный у нее формат, не такая, как все Марк Леви или Леви, если честно, не знаю, можете уточнить в комментариях, если вы в курсе. У нее очень красивое оформление, и книжку я хотела прочитать очень давно, наверное, даже с начала весны, когда она еще была новинкой, я ее увидела в Читай-городе, но ее цена меня просто ужаснула, и поэтому книгу я отложила на дальнюю полку, в дальние планы, но вот вчера я ходила по Ашану, прохожусь на мимо книжного отдела и вижу ее там за 200 рублей. Я просто была безумно счастлива, схватила ее, и теперь она у меня, планирую читать ее в ближайшее-ближайшее время, потому что очень уж хочется с ней ознакомиться и узнать, что же там скрывается под таким чудесным оформлением. Все та же я, Джорджа Мойс, и, знаете, это продолжение трилогии «До встречи с тобой», точнее, третья часть, вроде бы пока что трилогия, не знаю, будет ли там четвертая, я вообще не в курсе, но я читала серию только первую, «До встречи с тобой», после тебя я купила давно, она лежит на полках, и вот я купила третью часть, хочу прочитать вторую и третью залпом, что закончу историю вместе, как бы так, в одно время. Далее «Моя большая-большая любовь», и не буду скрывать, я ее уже прочла, и я просто безумно рыдала, когда закончила эту серию «Король ворных» Мегисти Уотер. Первую книгу «Воронят» я прочитала в марте этого года, а сейчас уже сентябрь, и я только-только ее дочитала. Я специально оттягивала прочтение каждой части, чтобы подольше растянуть эту чудесную историю, которую я безумно люблю, и я обязательно сниму обзор, потому что у меня очень много эмоций, но я пока что не могу их собрать, не могу отойти от четвертой книги, от концовки, просто до сих пор не верится, что история закончена, и я безумно-безумно ее люблю. Надеюсь, в обзоре смогу как-то все высказать хорошо, как-то нескомканно, потому что у меня очень мало слов, только восторг, но надеюсь, что этот обзор заставит вас прочитать ее, хотя она очень популярна, и я уверена, что многие из вас здесь читали воронят, но просто не представляете, как же я полюбила эту серию. И, кстати, у всех частей просто безумно классное оформление, и четвертое не исключение. Еще одна нашумевшая, можно сказать, книга, это «Пожирающая серость» Кристины Линн Эрман, а вторая часть вообще неизвестно, когда выйдет, но многие ее безумно ждут, потому что первая часть многих оставила в восторге, по крайней мере, в Бокстаграме и на Ютубе. Я надеюсь, что она чем-то будет походить на воронят, но тем не менее, будет иметь свою зимнюю. И если она мне понравится, то я присоединюсь к клубу тех, кто ждет вторую часть, которая еще даже на оригинале не написана. Так что я надеюсь, что она мне не настолько сильно понравится. Я не готова еще раз страдать, чтобы ждать продолжения. Мы уже подходим к концу. Предпоследняя книга, это «Наследие журавля» Джоан Хэ, еще одна новинка от издательства Freedom. Обожаю это издательство. У них просто лучшие книги фэнтези, как я считаю, и оформление у них всегда шикарное. Просто посмотрите на эту обложку. Китайская фэнтези, китайская культура, очень такое необычное фэнтези, я думаю, ведь никогда не читала книги с азиатской тематикой, что-то там такое. Ну, короче, я даже не знаю, как это объяснить. Книга должна быть очень атмосферной, я на это безумно надеюсь. Она 500 страниц, то есть такой толмутик достаточно по сравнению с другими книгами этого жанра, но она одиночная, то есть продолжения не будет, и его нет. То есть это очень даже хорошо. Надеюсь, история зацепит и просто оставит приятные впечатления. Ну, и последняя книга, опять фэнтези, это «Небеса в бездне», опять от Freedom. У меня очень много книг от этого издательства, и это такое боевое фэнтези, ничего особого не ожидаю, но надеюсь, что она мне понравится, тоненькая, одиночная, и, если честно, то я надеюсь, что она просто будет хотя бы на четверочку, потому что я видела плохие отзывы, но, тем не менее, у меня небольшие ожидания на нее, поэтому надеюсь, что все-таки мне она зайдет. Вот и все, ребят, это были все книги, о которых я хотела вам сегодня рассказать. Очень много для меня покупок, у меня сейчас просто шкаф завален непрочитанными книгами, и я очень счастлива из-за этого. Надеюсь, что видео вам понравилось, если что-то из этого читали, то обязательно пишите в комментарии, будет интересно узнать ваше мнение об этих историях. Ну и да, вы были на канале «Книжная полка», я надеюсь, что это видео вам понравилось, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok